Твори, выдумывай, пробуй В связи с этим вопросом вспомнился один случай. Я была на проектной смене в Сириусе, в Сочи. К нам приезжал гость из Внешэкономбанка. На свои лекции он в открытую говорил, что гуманитарии сейчас абсолютно бесполезны и лет через 30 будут просто обществом потребления, а технари будут нас обслуживать. Ответил на это один известный литератур-вет, который сказал, что гуманитарии и все, кто занимается литературой и языками, дарят людям смыслы. Я хочу дарить людям смыслы. Ну что ж, знакомьтесь с нашей героиней. Но на все им хватает ужаса. Мягкий свет в их глазах, в их матери. Только ночью проснитесь, слушайтесь, где-то мальчик плачет. Мальчик. Виталия Слуцкая, ученица первой Самарской гимназии, признается, что всегда не успевала за своими интересами. Еще вчера зачитывалась пикулем, сегодня с гитарой разучивает стинга. В младенческом возрасте Вита пыталась подпевать игрушечному ксилофону, а через 14 лет получила красный диплом выпускника музыкальной школы. Уже с 4 класса Виталия становилась призером российских метапредметных олимпиад. В 8 лет завоевала свою первую большую награду на международном конкурсе исполнителей. Дальше были успешные конкурсы чтецов и орден Малой Академии Наук. Виталия пишет стихи и поет в рок-группе. Недавно стала победительницей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Мне со стороны кажется, что у Виталия образ такой, ну, почти тургеневской девушки. Она такая, какой вы ее пытаетесь воспитать, или она идет своим путем? Она всегда своим путем идет. Причем она постоянно меняется. Если в детстве она была очень активным, жизнерадостным ребенком, бегала, читала стихи, то вот с возрастом она стала немножечко такой грустненькой. Что этому способствовало? Почему? Ну, даже не знаю, как объяснить. Возможно, понимание каких-то вещей у подростков всегда так случается. Ну и ответственность в школе. И вообще от себя многого требую. Все это делает тебя грустной. А что делает тебя веселой? Наверное, моя компания, мои друзья. Вообще, литература тоже. Ага, отлично. О литературе. У вас это как-то в семье культивировалось? Почему увлечение литературой у Вит? Ну, если взять меня, родителей моих. У нас никогда не было такого увлечения прямо заниматься литературой. Но Виталия, наверное, все пошло с того, что дедушка ей, пока она сама не научилась читать, он бесконечно читал ей книги. Засыпала, она его будила, он читал ей книги. Интересно, какие? Легендариум Толкина. Это серьезный запрос. Сначала они казались действительно просто детскими сказочками, очень увлекательные, просто для души. А потом, когда начинаешь читать про автора, понимаешь, насколько глубокие философские произведения, каким произведением я дедушку приучала. Так, и после того, как дедушка отчитал свое, что дальше? Читал он почти до школы. Потом вот она поняла, что читать в школе, по всей видимости, поняла, что читать это все-таки легко и можно это делать самой. И потом она уже начала это делать сама. Причем начала я писать еще к тому же. Вот, помним, первая сказочка, Комка Алеша, она написала в первом классе, она у нас до сих пор дома хранится. Это сказка в стихах или в просьбе? В просьбе. Сегодня читать не модно. Я так понимаю, ты читаешь много? Ну, признаюсь честно, хотелось бы больше. Больше времени этому уделять. Ну, вот, кстати, вы сказали, что читать не модно. Замечаю, что все больше и больше подростков носят с собой в рюкзаках книги. Но, правда, они, как у Манилова из «Мертвых душ», зачастую открыты вечно на 17-й странице и дальше не продвигаются. Думаю, что это когда-нибудь справится. Что читаешь ты? Что тебя привлекает сегодня? В последнее время меня привлекает историческая литература, в частности, о Второй мировой войне, об истории. Вот, последнее брала Валентина Пикуля и Элтона, иностранного писателя. Участие в Олимпиаде – это была потребность получить льготы при поступлении, выразить, показать себя. Что это было? На самом деле о льготах и прочих плюсах, которые дают Олимпиады, я узнала непосредственно в поезде, когда уже туда ехала. На первых этапах просто нравилось анализировать тексты. Потом как-то не смогла уже остановиться. Вот. А все льготы были просто приятным сюрпризом после. Радмила, а у вас тоже литературный дар? Нет, у меня такого дара нет. Ну, литературный вкус хороший. А вкус хороший, она первый цензор и критик того, что ты делаешь или нет? Ну, во-первых, первый цензор и критик, а во-вторых, оценитель того, что я читаю в чужом написании. Скажи, пожалуйста, если бы тебе было дано в себе что-то изменить, что именно ты поменяла бы в первую очередь? Наверное, излишнюю эмоциональность. За что мне часто бывает стыдно. Надо повеселее себя вести периодически. А на меня грусть нападает уже выше обозначенная. Мы уже выяснили, чем она объясняется. Я хочу спросить о выборе жизненного пути. Почему-то внутренний голос говорит мне, что Виталия его уже сделала. Она сделала его сама или вы как-то его корректировали? Она очень рано стала очень взросленьким человечком и всегда делала свой выбор сама. Для нас всегда сюрприз. Конечно, это менялось. То она хотела заниматься биологией, то геноинженерией. Она все время сообщала об этом сама. Поэтому мы никак не влияли на ее выбор. И каков же он, можем мы его узнать? Я бы хотела заниматься журналистикой, в частности, международной журналистикой. И попробую поступить в МГИМО на этот факультет. Пока в приоритете. Я только что хотела выразить надежду, что, может быть, ты придешь и в будущем работать на наш телеканал. Но, похоже, дорога эта будет значительно серьезнее и выше в международную журналистику. Скажи, пожалуйста, Виталия, считается, что в жизни нужно попробовать все. Чего именно ты точно пробовать не будешь? Наверное, сигареты. И все, что убивает здоровье. С парашютом прыгну. А с парашютом прыгну? Да. Давно такое желание. Буквально очень детское желание. Наверное, потому что я никогда не прыгну. А это какое-то желание доказать что-то себе или окружающим? В первую очередь. Себе? Что ты хочешь доказать себе? Что я могу сделать над собой какое-то серьезное усилие. Я очень высоты боюсь на самом деле. А вот прыгнуть с парашютом – это показать, что я этот страх могу побороть. Я не могу не попросить тебя прочитать несколько строчек. Строчек своих, конечно же. Если честно, я пишу буквально по одному стихотворению в год. Но четырестнише, наверное, прочитаю с последнего. Отправившись в путь, отдаешь жизнь дороге. А та взамен сути к крупицу и просиде. Так должное. И тихий вздох стенет тревоги. Песчинки летят содеяния. Вновь идти. И я, в общем, наверное, даже не сомневалась, что сейчас прозвучит что-то очень серьезное и глубокое. Я благодарю вас за участие в нашей программе, Виталия. Желаю успехов тебе, чтобы обязательно все, что ты задумала для себя, все было реализовано и в гораздо большей степени, чем, может быть, ты даже сегодня себе ставишь целью. Средь суеты родятся мысли. Они твой тайный эликсир. Пиши, рисуй и пой сегодня. Твори, спасая этот мир. Я тоже заканчиваю нашу программу сегодня. Если вы живете именно так, возможно, мы встретимся в этой студии. До свидания.